МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пермском крае на участки пришли 66% избирателей. 1 млн 318 тысяч человек сделали свой выбор. Это рекорд для нашего края. В Приволжском округе по явке мы на 7-м месте из 14 регионов, по стране на 38-м, а Пермь среди городов-миллионников на 4-м. 18 марта 2018 года войдет в учебники по политической истории Пермского края. Вопрос лишь в том, как озаглавят этот параграф. В Пермском крае каждый второй избиратель отдал свой голос за Владимира Путина. Здесь его поддержало 993 тысячи 76 человек. Это более 75% от числа пришедших на выборы. На втором месте кандидат Грудинин. 10,5%. На третьем – Жириновский, около 7%. Затем Собчак, Явлинский и остальные, не набравшие 1%. Всего, по данным ГАЗ-выборы, на избирательные участки региона пришло 1 млн 318 тысяч человек. Это более 66%. В 2012-м на президентские выборы сходило 55% прикамцев. Если по Явке сравнивать с 2016-м годом, что Явка выше практически в два раза. Это говорит само за себя, что все эти люди в этот раз шли на выборы как на праздник. И даже многие поздравляли друг друга с праздником. Поэтому задача, на наш взгляд, создать вот эту атмосферу во взаимодействии с органами Ассоциального управления, органами власти, избирательными комиссиями. Она была выполнена. Явка на выборах президента России 18 марта 2018 года в Пермском крае. В лидерах Соликамский, Бордымский, Юрлинский, Косинский и Юсинские районы. В аутсайдерах Красновишерский, Краснокамский, Черденский, Александровский и Кизиловский районы. Так традиционно высокую активность продемонстрировали жители территорий присутствия компании «Лукойл». Например, в Чернушинском районе Явка выше общекраевой почти на 10%. Здесь проголосовало три четверти избирателей. Такого, по словам председателей УИКов, они не припомнят. Люди идут активно. Очень даже активно по сравнению с прошлыми выборами. Прямо очень много народу. Мы даже не ожидали. Стояла очередь буквально вот на самой двери внизу. А вот в Кунгуре и Кунгурском районе Явка практически такая же, как и в среднем по Пермскому краю. Метель, к слову, в день выборов тут была точно такая же, как и в столице региона. Но это никак не повлияло на настрой избирателей. Гражданскую позицию человек должен всегда иметь и высказывать. Иначе все на то, что мы жалуемся в стране, оно так и останется. Это не зависит от президента. Это зависит от каждого человека в отдельности, от его совести, на том месте, где он трудится. Жители Чайковского тоже продемонстрировали высокую активность. Явка почти 70%. Здесь, как и во всех территориях края, отмечают большое количество молодых избирателей. Очень активно население с утра голосовало. Большая явка была. Молодежи много сегодня голосуют. Мы очень рады. В Лысьве явка чуть ниже, чем по краю. Около 64%. Но здесь, как и везде, говорят про удобство нового заявительного порядка голосования. По месту фактического нахождения. До 12 числа можно было оформить заявление по месту нахождения, что и сделали члены нашего участковой избирательной комиссии. И в день голосования, то есть сегодня, проголосовали на нашем избирательном участке по месту нахождения. Всего такой возможностью воспользовалось около 127 тысяч человек, проголосовавших на территории региона. И это не только жители Пермского края. Многие приехали выбрать президентов Прикамье из других субъектов федерации. Как, например, народный артист России Денис Мацуев, который вместе с губернатором Максимом Решетниковым проголосовал в ПЕД-университете. В краевой столице, по данным ГАЗ-выборы, активнее всего выбирали президента в Орджоникидзевском районе. Явка почти 67%. Наименее активна в Кировском. Явка менее 63%. Пока Грудинин думал, сбривать ему усы или нет, глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что наш народ всегда объединяется в трудную минуту. Некоторые лидеры западных держав внесли лепту в консолидацию народа. Мы никогда не расслабляемся, сообщила она, подводя итоги выборов. Значит, мы умеем объединяться, сплачиваться умеем тоже. Мы говорим о внешних угрозах, но объединить нас могут и внутренние задачи. На выборах жизнь ведь не заканчивается, жизнь продолжается. И впереди новый выбор, новые цели. Есть понимание, что объединяться можно еще и вот таким способом. Мы первые начинали эти процессы в далеком-далеком каком-то году. Значит, я считаю, что оптимизация систем управления в муниципальных образованиях должна происходить. Ну, не гоже, когда в территории 90, а то и 100% бюджетных средств идет на содержание администрации. Власть, без денег это не власть. У муниципалитета должны быть ресурсы для того, чтобы решать вопросы местного значения. А если у муниципалитета нет денег даже для того, чтобы поменять лампочку или отремонтировать какой-то мостик, ну, зачем такая власть людям нужна? Это только дискредитация власти, а не уважение власти. Поэтому оптимизация систем управления, сокращение управленческого аппарата, высвобождение дополнительных финансовых ресурсов для того, чтобы запустить эти ресурсы на решение вопросов местного значения, она необходима. Ну и самое-то главное, центр ответственности должен быть один. Когда в территориях, значит, люди не знают, куда идти, в какую власть, либо в городское поселение, либо в муниципальный район, а когда они находятся часто на одной площади или в одном даже здании, когда чиновники исполняют те и другие обязанности, не разбериха и нет единого центра ответственности, значит, и людям голову морочим, значит, и решение в конце концов не принимается. Чаще всего показывают, идите в ту дверь, это не мы полночи, в другую дверь, да, с этим надо уже пора давно кончать, и это давно люди понимают, и руководство понимает, и то, что сегодня в Пермском крае пошли процессы объединительные создания городских округов на базе муниципальных районов, я считаю, что это совершенно, ну, правильная идея, и это путь к дальнейшему объединительным процессам. Сейчас объединительные процессы проходят в Соликамском, Краснокамском, Чайковском и Горнозаводском районах. Городские округа уже созданы на базе Гремячинска и Кизила. Выступая на инвестиционном форуме в Сочи, губернатор края Максим Решетников предложил вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления. Такое предложение продиктовано здравым смыслом. В поселениях вечные проблемы с кадрами и деньгами для решения даже самых простых бытовых задач. Все просто. Чем меньше всевозможных администраций, тем больше денег в бюджете. Благотворительность в современной России превращается в модный тренд. Я бы даже сказал, настоящую индустрию добра со своей инфраструктурой, со своей позитивной повесткой. Начало возрождаться меценатство, демонстрируя свои самые благородные цели и первые достижения. Хотелось бы, чтобы о делах новых российских благотворителей и меценатов побольше писали, чтобы снимались о них фильмы, чтобы их пример вдохновлял и других бизнесменов на благие дела. Политики здесь совсем чуть-чуть, а вот благодарности и любви много. Пермский классический университет, пожалуй, один из самых ярких примеров того, что Пермский край – край меценатов. Сто лет назад Николай Мешков на свои деньги построил первое на Урале высшее учебное заведение. Два года назад благодарные потомки, выпускники вузов установили памятник Николаю Васильевичу. В 21 веке традиции меценатства продолжают развиваться. Это первые звуки нового рояля в Пермском университете. Лакированного красавца со всех сторон осматривает лучший настройщик страны – Владимир Списивцев. Он буквально колдует над каждой струной. Все ради идеального звука. Вообще, такой инструмент требует особого ухода. На звучание влияет даже влажность воздуха. Ему нужно создавать условия как для машины, чтобы машина хорошо работала, в систему охлаждения заливается жидкость. Без охлаждения мотор сразу выйдет из строя. Но это с роялем не так все быстро происходит, но без увлажнения он тоже выйдет из строя. Только более длительный требуется период времени по сравнению с автомобилем. То есть это такая вещь, которая требует внимания. Прежде всего, увлажнение. Здесь нужно систему климат-контроля хотя бы. Снизу на весь специальный есть система, которая поддерживает влажность. Эти редкие кадры нам удалось снять за несколько минут до начала концерта. Первое знакомство с роялем одного из лучших пианистов современности. Дать жизнь новому инструменту чешской фирмы «Петров» пригласили Дениса Мацуева. У народного артиста свое особое отношение к музыкальным инструментам из Чехии. В 1985 году бабушка купила ему пианино «Петров» за огромное по тем временам 1600 рублей. Все свое детство и юность музыкант занимался именно на чешском инструменте. Я обожаю атмосферу университетов, обожаю студенческую атмосферу, потому что такой атмосферы нету на обычном концерте классической музыки. Я всегда говорю, что у нас сейчас в стране просто удивительная атмосфера в этом отношении, потому что половина зала на концерты классической музыки ходят молодые лица. Такого нету ни в Европе, ни в Америке. В Перми, по мнению народного артиста, такое отношение тоже есть. Оно лишь усилится благодаря появлению нового музыкального инструмента. Теперь в Пермском университете можно будет проводить концерты самого высокого уровня. Без рояля настоящий студ-клуб, настоящий университет, который является не только учреждением образования, но и центром культуры, представить себе тяжело. Университет во время своего создания в 2016 году возник именно как центр культуры, в котором были и свои музеи, и свои обсерватории, а не только факультеты и кафедры. Поэтому традиция поддержания именно центра культуры очень важна. Поддерживать традиции вуза во многом помогают его выпускники. Среди них и меценат 21 века, предприниматель, президент холдинга «Эртелеком» Андрей Кузяев. Два года назад, на столетие первого учебного заведения на Урале, именно он пообещал приобрести новый музыкальный инструмент. Два года назад, я когда вышел на сцену, я увидел одного своего старого друга. Я когда-то давно работал рабочим сцены в Пермском студ-клубе. И такой спрашиваю, неужели это еще тот рояль? И мне сказали, да. В общем, обещанного три года ждут. Я уложился в два. Выбирали новый инструмент очень просто. Черный, большой и, чтобы звучал громко, шутит Андрей Равельевич. Но потом добавляет, делали это в тесном контакте с ректоратом. Мне кажется, что не имеет значения, какого качества инструмент. Имеет значение, какие у нас цели и желания, и какие мечты. Поэтому инструмент, он только создает, дает повод. Но он не заменит желания студентов, преподавателей, стремления к искусству, к культуре, к возможности общаться при помощи музыки. Еще дореволюционно русские меценаты были не только бизнесменами своего времени, но и настоящими культурными инвесторами. Во многом, благодаря им мир узнал о таких выдающихся людях, как Шаляпин и Римский Корсаков. Эти люди вкладывали в будущее своей страны и своей культуры. И кто знает, может быть, благодаря этому подарку появится новое имя в музыке. Знаете, это принято так. Во всем мире меценаты делают такие знаменательные и очень, я бы сказал, исторические подарки. Потому что, еще раз повторяю, покупка рояля – это возможность проводить здесь концепты самого высокого уровня. Меценатство и благотворительность – общечеловеческие понятия, которые в идеале должны быть не чуждой любому человеку, живущему в нашей стране. К сожалению, сегодня, по данным общественной палаты, в регулярной благотворительности участвует не более 8% населения России. Для нашей страны это, конечно же, мало, но мы лишь в начале пути, который нам предстоит пройти. Смотрите «Чуть-чуть политики» через неделю, и я расскажу вам про то, как еда влияет на принятие политических решений. Ну, точнее, даже не я, а бренд-шеф Кремля управ делами президента Анатолий Галкин. Приглашаю всех на политическую кухню. Во вторник в это же время будет жарко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова